Судьба их раскидала по стране, но солдатская дружба крепка как сталь. Один из приезжих гостей, заместитель председателя общественной организации Российский совет ветеранов пограничной службы ФСБ России, генерал-лейтенант запаса Владимир Лакиза, навестил сегодня своего давнего друга, нашего земляка. Ветерана пограничной службы Александра Илющенко, свидетелями долгожданной встречи двух сослуживцев, которые не виделись 44 года, стала наша съемочная группа Фатима Даурова, передает волнительные эмоции этого момента. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант Александр Николаевич. 44 года не ели. Ничего, молодец, под рычком ты еще. Сердце встречи настоящее и растревожено. Долгожданной, той, от которой радость усеяют глаза, а душа сразу же требует песню. Только мне по душе эта жизнь почивая, офицера границы, крутая судьба. Только мне по душе эта жизнь почивая, офицера границы, крутая судьба. Почему я поставил? Мы ее в ансамбле играли. Саша играл на гитаре, я на удар. Александр Илющенко и Владимир Лакиза – однокурсники, которых судьба и служебный долг разбросал по разным уголкам страны. С первых дней у них завязались добрые дружеские отношения. Помимо учебы и дружбы, их объединяла еще одна страсть – любовь к музыке. За всю историю училища это был самый лучший вокально-инструментальный ансамбль. Это пограничник 76. Это правда, ничего, кроме правды. Для двух сослуживцев пограничников солдатская дружба – не просто слова. В них заложено многое. Молодость в погонах, непростое время учебы и службы. Воспоминания идут потоком. Ветераны делятся ими с присутствующими, а те, в свою очередь, вслушиваются в каждое слово интересного рассказа. Но московские гости, представители пограничной службы России, сегодня пришли не только слушать. У них особая миссия – оказать знак внимания ветерану, выразить благодарность за достойное служение Отечеству и вручить презент. Александр Николаевич, распоряжением руководителя нашей ветеранской организации пограничной службы, генерал-полковник Орива Мацуру Моздущи, ты награжден знаком «Ветеран пограничных войск». Здесь вот вся моя судьба и жизнь в Черкесске, в Карачаево-Черкесии. Это все за Карачаево-Черкесию. Это мне за… За заслуги предотечества с мячами. То есть боевая. За работу – это именно боевая медаль. Да, это все было здесь. За боевые заслуги. Это вот медаль. Самая боевая, за боевые заслуги. Отличие охранника сейчас на границе. Это за задержанного нарушителя я руководил. Удачно. Вот это мой итог. Начищенная бляшка и грудь вся в орденах. И в каждой медали заключена особая история. Верности, служение долгу и Отечеству. Фатима Дорова, Виктория Карпенко. Вести. Карачаево-Черкесия.